Тенатианал Интерест, США. Ненависть Гитлера к России превратила ее в сверхдержаву. Майкл Пек. Тенатианал Интерест, США. 11 ноября 2019 года. Но поскольку в среду, 22 июня, исполнилось 75 лет с начала операции Барбаросса, когда нацисты напали на Советский Союз, пришло время вспомнить один из величайших парадоксов истории. Адольф Гитлер был одержим идеей превратить Россию в огромную немецкую колонию, а российский народ – в рабов. Но вместо этого Красная Армия оккупировала половину Германии, а ее жители стали подданными Российской империи. Когда ранним утром 22 июня 1941 года 4 миллиона нацистских солдат пересекли границу Советского Союза, они мечтали увидеть остроконечные шпили Кремля. Вместо этого они положили начало длинной цепочке событий, до сих пор определяющих характер нашего мира. Было бы глупо утверждать, что до Гитлера Россия не была великой державой. Имея в своем распоряжении огромные территории, ресурсы и население, Россия была тяжеловесом как минимум с 18 века. Этот гигант оказался достаточно сильным, чтобы уничтожить армию Наполеона, который тоже увидел в России легкую добычу. Однако спустя три четверти века после разгрома Гитлера трудно представить себе, насколько иным в то время был международный баланс сил. В конце 1930-х годов армия США была меньше, чем армия Румынии. Великобритания, чьи эсминцы сегодня не могут ходить в теплых водах, владела четвертью поверхности земли, а ее военно-морской флот считался самым сильным в мире. У Франции, про которую сегодня рассказывают анекдоты с рефреном «Я сдаюсь», была самая мощная сухопутная армия в Западной Европе. А Германия, чьи вооруженные силы сегодня едва лидееспособны, наводила ужас на соседей с 1870-го года. Еще была Россия – загадочный коммунистический колосс, сотрясаемый сталинскими чистками, гигант на глиняных ногах, с трудом одержавший верх над крошечной Финляндией в 1939-1940 годах. Не только Гитлер со своими генералами считал, что Россия рухнет подобно карточному домику. Даже британские и американские эксперты не ожидали, что Москва сумеет пережить Блицкрип Гитлера. Однако в мае 1945 года Великобритания оказалась на грани краха, Франция была разрушена, а немцы наблюдали, как гусеницы русских танков грохочут по руинам Берлина. Подобно окровавленному, но не побежденному боксеру, Россия удержалась на ногах и оставалась одной из двух мировых сверхдержав более 40 лет. Какой была бы Россия сегодня, если бы не разразилась Вторая мировая война? Что если бы Гитлер так и остался художником-неудачником из Вены, или если бы его разорвало на части бомбы наемного убийцы в пивном зале Мюнхена? Если бы Гитлер не развязал войну, Советский Союз не смог бы создать свою Европейскую империю. Великобритания и Франция были настолько решительно настроены против коммунизма, что едва не разбомбили российские нефтяные месторождения в 1940 году, когда Сталин подписал пакт с Гитлером. Кроме того, они рассматривали возможность отправки войск на помощь Финляндии. Они бы не стали бездействовать, если бы Советский Союз вторгся на территорию Германии, что вполне могло произойти, если бы Советы победили Польшу во время русско-польской войны 1920 года. Значительную часть германских войск в операции Барбароса составляли союзники Берлина, которые по глупости присоединились к крестовому походу Гитлера против большевизма. Румыния, Венгрия, Болгария и Финляндия. Мысль о том, как итальянские солдаты ели пасту в снегу под Сталинградом, до сих пор кажется сюрреалистичной. Захватив Румынию, Бенгрию и Болгарию, Красная Армия на своих штыках принесла туда коммунистический режим. Она сделала то же самое, освободив, да, это было именно освобождение от ужасов нацистского правления, Польшу и Чехословакию. Иными словами, без Гитлера не было бы Варшавского договора. Границы сегодняшней России тоже выглядели бы иначе. В 1939 году Гитлер и Сталин поделили Польшу, а после войны Советский Союз аннексировал большую часть польских территорий, которые захватила в 1939 году, тогда как Польша взамен получила компенсацию в виде немецкой территории. Если бы не война, эти земли никогда не перешли бы из рук руки, а Восточная Пруссия до сих пор входила бы в состав Германии, а не России. Действительно, в ходе операции Барбароса промышленности и ресурсам России и Украины был нанесен огромный ущерб, который Советскому Союзу лишь отчасти удалось компенсировать благодаря Ленд-Лизу и послевоенному разграблению Германии. Безжалостная сталинская политика индустриализации в 1930-х годах обеспечила быстрый рост советской экономики и превратила Советский Союз из царского крестьянского государства в крупную индустриальную державу, сумевшую произвести достаточное количество оружия, чтобы разгромить бронетанковые войска Гитлера. Несмотря на экономические противоречия коммунизма, было бы интересно посмотреть, как советская экономика смогла бы со временем конкурировать с экономиками других стран, если бы не война. Однако других стран осталось не очень много. Гитлеровское безумие уничтожило конкурентов Советского Союза, за исключением США. В 1939 году мир был многополярным, и множество государств в нем соперничали за власть и влияние. К 1945 году осталось всего две сверхдержавы, Америка и Советский Союз. Остальные претенденты на это звание были разрушены, оккупированы или истощены до предела. И это величайшее наследие, которое Гитлер оставил России. У путинской России осталось лишь тень той военной мощи и глобального влияния, которыми обладал Советский Союз. Однако если сравнить военную мощь и влияние современных Великобритании, Франции и Германии с их состоянием до 1939 года, уже не будет казаться, что Россия сегодня находится в плохой форме. Москва смогла поддерживать свои экспедиционные войска в Сирии в течение многих месяцев, в то время как Альянс НАТО едва сумел собрать нужное количество ресурсов, чтобы справиться с такой слабой страной, как Ливия Каддафи в 2011 году. В Европе Гитлер оставил после себя вакуум, который Россия заполнила. Стоило ли это 20 миллионов жизней – уже другой вопрос. П.С. для тех, кто не слышал. Песни Элла Стюартера от Стамощу – до сих пор одна из самых пронзительных и проникновенных исторических баллад. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.